Смотрите, дорогие друзья, я много раз высказывал свое мнение относительно переименований, относительно того, что сейчас происходит, относительно того дебилизма и идиотизма, который происходит и который, конечно же, вызывает противление у всех адекватных людей. То есть, если ты неадекват, тебе это норм. Если ты адекватный, у тебя это вызывает однозначно противление, потому что Чайковский, мало того, что он представитель уязвимой группы, так он еще и не имел никакого отношения не только к Путину, ну это глупость какая-то, Ломоносов, та же самая история, ну и дальше, Менделеев и все остальные. То есть, к дерусификации это имеет какое-то отношение такое, ну не то что опосредованное, а вот как для дебилов. Пушкин, та же самая история, Пушкин принадлежит всему миру, хоть я сейчас читаю, что Булгаков, что он на самом деле малоизвестен за рубежом, мне все равно, он известен за рубежом или нет. Мне все равно, кем его считают финны. Булгаков это наше. Тем не менее, уже и на Булгакова воняют. Но вот тут вот я вам хочу начать издалека. Смотрите, в Чечню в 99-м году по просьбе канадской журналистки отправился журналист Владимир Яцина. Владимир Яцина отправился туда для того, чтобы снимать лагеря беженцев. То есть, он отправился туда с очень гуманитарной миссией. Он был захвачен в заложники, за него хотели получить деньги, вымогали деньги, а потом, ну его держали некоторое время в заложниках, потом был сложный переход в другое место, а он заболел. Он очень сильно заболел, выбился из сил и не мог идти. Тогда его просто убили. Вот описывается его мама. Его мама, Надежда Ивановна Яцина, буквально за несколько месяцев до своей смерти позвонила и говорит, что хоть землю надо привезти с того места, где его расстреляли. Да, тогда его предполагаемый убийца сбежал в Швецию. Швеция сначала одобрила выдачу, потому что это чисто уголовное преступление, страшное преступление. Потом смотрели, судили, редили и не выдали не потому, что он невиновен, а потому, что он мог подвергаться бесчеловечному обращению на территории Чечни. Поэтому его не выдали. И он сейчас где-то там проживает. Тело этого парня, ни в чем не повинного парня, так и не нашли. Поэтому именно его мама и говорила, что привезти хотя бы землю похоронить. Потому что его где-то бросили. Убили и бросили, как собаку. Сообщалось, что к его убийству имеют также непосредственное отношение некто Ваха Арсанов. Через некоторое время удалось выяснить, что за похищением Яцины и Шпигуна стоял вице-президент Ичкерий Ваха Арсанов. И кровавый полевой командир Багауддин Бакуев. Я не знаю, кто такой Багауддин Бакуев, но кто такой Ваха Арсанов, мы уже знаем. И я думаю, что знают жители Кривого Рога. Почему? Я объясню обязательно. Смотрите. Также там, в Чечне, вот в этот период ужасающих событий, были похищены иностранные граждане. Британцы и новозеландец. Это все были также мирные граждане, и они были сотрудниками телекоммуникационной компании. Налаживали интернет, грубо говоря. Позже были обнаружены их трупы, этих трех подданных Великобритании, одного новозеландца. За освобождение требовали несколько миллионов долларов, не срослось. Ну и кто преступник, особо искать не стали. Потому что зачем? Их головы подбросили, а за тела потом еще требовали по две тысячи долларов выкупа. Известие о том, что тела зверски убитых инженеров требуют выкуп, вызвало бурю негодования в Чечне и России. Бандиты потеряли элементарные представления о морали. Было много грозных заявлений, но ничего не произошло. Но об этом писала и вполне себе продвинутая правильная пресса. Вот в частности, радио Свобода. Обнаружены головы четырех иностранных граждан, похищенных грозным два месяца назад. Об этом писала и новая газета. НТВ сообщали, а на то время НТВ, если я не ошибаюсь, были еще вполне себе оппозиционными. То есть не какая-то выдумка, это реальность. Британский суд проводил свое исследование. Они выяснили, что этих людей постоянно подвергали пыткам, голоду, бесчеловечному обращению. Вот как раз Associated Press показывает видео того места, где обнаружили головы. Я вам сами эти страшные кадры показывать не буду. Незачем этого делать. BBC потом выпускали фильм об этом похищении. И вообще много об этом писали. Западная пресса. Все были просто шокированы. Ввиду того, что западная пресса имела тогда определенную направленность во всем, что касалось Чечни. Даже они писали. Но внезапно произошло следующее. Именно этот упомянутый мной гражданин, который являлся на то время вице-президентом Чечни, а именно Ваха Арсанов, продемонстрировал журналистам видеозапись, на которой четверо заложников, трое поданных Великобритании и Новозеландец, работавшие по контракту с компанией Чечен Телеком, признаются в шпионаже в пользу иностранных разведок. По-видимому, чеченские власти, отчаявшись поймать убийц, решили найти оправдание к зверскому преступлению. Содержание видеозаписи следующее. Заложники, тут перечисляются их имена, представляются. Затем Кеннеди говорит по-русски. Мы были завербованы английской секретной службой. Мы установили спутниковую антенну так, чтобы телефонные переговоры на территории Чечни могли прослушивать германское, английское, израильские спецслужбы, а также ЦРУ. Кроме того, мы размещали подслушивающее оборудование в чеченских военных лагерях и базах. На этом прерывается запись. И тогда многие прозрели, потому что получается, что обнародовав эту запись, которая, конечно, яйца выясненного не стоит, вице-президент, упомянутый мной гражданин, он попытался легитимизировать их убийство. Именно его почему-то связывали впоследствии с этим похищением. Но мы не знаем, правда или нет. Мы знаем просто, что он вот это вот правда. То, что он сделал такое заявление и продемонстрировал эту видеозапись. У него есть родственники еще, ну типа племянники. Бараеви, Арби Бараев и Мафсар Бараев. Фишка в том, что у Мафсара Бараева при его задержании нашли видеопленку. И на кассете оказалось убийство женщины. То есть две женщины, один мужчина, оказалось, что он муж одной из женщин, которую собственно и убили. Их допрашивают, над ними издеваются, а потом держат ее за руки, за ноги и при муже отрезают голову. Сначала делают надрезы, а потом режут. Я вам также, конечно, не показываю это видео, но это видео есть в сети. Если вас сильно это интересует, вы можете посмотреть. Это родственник Вахи Арсанова. Этот родственник очень известный. Вот этот герой Мафсар Бараев. Мафсар Бараев это тот человек, который организовал захват Норд-Оста. И здесь как бы не хотелось говорить, потому что в то время американцы сказали, назвали даже некоторые официальные лица, что это, мол, диссиденты. Чеченские диссиденты захватили вот Норд-Ост. Чтобы снять все вопросы, я расскажу, как к этому относится ООН. ООН к этому относится однозначно. Резолюции 1440 от 2002 года, которая самым решительным образом осуждает гнусный акт захвата заложников, совершенный в Москве. Да вы скажете, зачем нам все это? Ну подождите, я скоро объясню. Есть еще один герой, некто Руслан Гилаев. В прессе сообщалось о том, что он прославился тем, что когда было нападение на пограничников, там был раненый пограничник. И подельник этого Гилаева, или попротив, отказался ему отрезать голову, этому раненому, за что поплатился, мол, Гераев его сам застрелил. Мы не знаем, правда это или нет. Мы этого не знаем, и нам это незачем знать. Вот что самое интересное. Потому что мы украинцы, у нас свое движение, да? И лезть туда не стоит. Некоторые люди там, ну совершенно как бы однозначно террористы. Потому что те, кто захватывает заложников, это террористы. И вот. Мы видим здесь на фотографии людей, достаточно специфических. И сзади какая-то табличка прибита к дому. К слову, на заднем плане мы видим вот такой вот дом, вот в таком вот состоянии он находится. Вы знаете, я просто выскажу свое предположение. Я сомневаюсь, что дом находится вот в таком состоянии именно из-за обстрелов россиян. Я уверен, что там другие дома находятся в разном состоянии. Но этот, мне кажется, он просто нахрен обваливается. Тем не менее, на фото фигурирует, кто за это отвечает. Я полагаю, что глава военно-гражданской администрации. Он как раз фигурирует на этом видео. Это Александр Вилкул. Дело в том, что именно в Кривом Роге, именно Александром Вилкулом, совершен ряд переименований. В частности, теперь там есть наконец-то улица Вахи Арсанова, о котором я вам рассказал в начале. И Гелаева, о котором я вам рассказал о втором. Вот они совещаются. Александр Вилкул сидит. Вот они открыли улицу Джохара Дудаева теперь есть. Несут букет. Вилкул кланяется. Дальше они на улице Ичкерии, по-моему. Смотрите, дорогие друзья. У украинцев, я все-таки смею предположить, есть достаточное количество героев. У нас, украинцев, есть очень богатая история. Я единственное, что замечу, что улица Вахи Арсанова появилась на месте улицы Маршала Рокоссовского. То есть, я так понимаю, что руководство Кривого Рога, желая подмахнуть тенденциям, уже отказалось и от войны Великой Отечественной полностью. Смотрите, я абсолютно уверен, что откуда-то ростки русского мира, конечно же, в Украине были. Я точно не знаю, откуда они были, откуда они произрастали, конечно же, но могу догадываться все-таки. Я точно знаю, что кто-то путал грешное с праведным и был откровенно очень сильно мощно пророссийским. Я точно знаю, что кто-то приветствовал русский мир, это 100%. Где-то эти люди были, кем-то эти люди были. Я точно уверен, что кто-то привел к власти в свое время настоящих ублюдков. Я точно уверен, что кто-то отлично помнил, что такое Великая Победа, или делал вид, что помнил и гордился Великой Победой. То есть кто-то миксовал все подряд. И русский мир, и гордился Победой, и все такое. А потом, ну не то, что перекрасился, что ли. Смотрите, фишка в том, что можно осуждать агрессию. Можно выступать за ВСУ. Можно выступать за победу своей страны, не государства. Страны, своей любимой страны. Не за власть. А можно мимикрировать. Мимикрировать до уровня, не то, что смешного, а постыдного. Я не знаю, откуда брались ростки русского мира в Украине. Кто это все двигал. Кто на этом хорошо зарабатывал. И так далее. Но я точно знаю, что кто-то начинает лезть абсолютно не туда, куда надо. Потому что у нас, украинцев, есть свои темы. Эта тема сейчас напрямую связана с Россией. Но желая унизить Россию, сделать им хуже, залазить вот еще сюда, мне кажется, не стоит совершенно. Сносите памятники Пушкину. Это безопаснее. А, еще, чуть не забыл. Я не знаю, как там новозеландцам, если им дело какое-то. Но вот британцам гулять по улице, которая носит имя человека, который явно имел отношение к выгораживанию, как минимум к выгораживанию убийц британских подданных, я думаю, будет не очень. А я просто помню, туда на 9 мая кто-то, не припоминаю, кто приглашал британцев. Пока. Пока.